В Киеве снова заседали депутаты Верховной Рады, которые сейчас пытаются решить, на чем можно сэкономить без того скудные бюджетные средства. Сегодня рассматривали закон об отмене льгот самим себе. Латанием бюджетных дыр заединилось и сформированное накануне правительство, готовое, как заявил его глава Арсений Яценюк, сразу пойти на непопулярные меры. Например, повысить тарифы на газ для населения и отменить часть социальных льгот. За событиями в Киеве следит Сергей Савин. Майдан поздно ложится, поэтому рано не встает. Вместо утренней зарядки художественный фильм о славных деяниях украинских казаков. Дабы не отставать от решительных предков, депутаты Верховной Рады дружно отказались от льготы привилегий. Теперь избранники народа лишены первоочередного права заселения в гостинице, как все в порядке очереди. И при наличии мест нет служебного жилья, бесплатного проезда и путевок. 12-кратного депутатского парашюта при сложении полномочий тоже нет. Только бюджету это все равно не поможет. Внешнеэкономический долг страны 140 миллиардов долларов. Это 80% ВВП. Казна пуста. Нет средств ни на выплату пенсии, ни пособий. Гривну лихорадит. Национальный банк ограничил снятие валютных средств до полутора тысяч долларов в сутки. И пытается схватить за руку тех, кто еще не успел вывезти активы за рубеж. Он очень хочет это сделать. Все, что угодно за кредит МВФ. Других вариантов у властей просто нет. Неделю назад такие предложения старались не озвучивать вслух. Сейчас запросто. Ситуация патовая. Для нас сейчас важно стабилизировать финансовый сектор, банковский сектор и экономику в целом. Конечно, картина очень печальная. И об этом мы откровенно заявляем. И правительство Украины будет принимать крайне непопулярные меры для стабилизации экономической ситуации в Украине. Парламент и коалиция поддержат все законопроекты, которые необходимы для получения кредитов. Непопулярное решение – это скачок тарифов на газ для населения и секвестирование соцпрограмм. Конкретные цифры не называются, чтобы не будоражить население. В свою очередь, призы властей для бойцов самообороны – снять маски, убрать защиту и дубинки – на Майдане услышали тоже. Не в полном объеме.